И всем привет, ребят! С Мистер Вайки еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень важную тему. Можно даже сказать, проблему игры, которая существует уже на протяжении довольно длительного периода времени. И вчера на стриме один из подписчиков задал мне этот вопрос. И я так подумал, что эту тему можно полноценно обсудить в рамках видеоролика и рассказать ее в масштабы. Возможно, даже разработчики посмотрят на все это дело. И, наконец-таки, перерассчитают распределение кристаллов в нашей игре. Сегодня мы поговорим, как я уже сказал, о распределении, о том, как это дело работает. Скатаем также вместе с вами катку, чтобы наглядно показать, как это работает на самом деле. Ну и масштабируем проблему, которая связана с заработком кристаллов в нашей игре. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал, чтобы у нас максимально этот видос разошелся. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунте. Станете ему личный такт, тактим пэ. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И давайте возьмем какое-нибудь такое простое легкое вооружение. Есть у меня комбина в виде дефолтного васпа-фреза, который сейчас показывает суперкрутые результаты. Ну и запикаемся, ну, наверное, давайте в тот режим, в котором бои, как правило, у нас завершаются крайне-крайне быстро. Это режим штурма, чтобы долго все это дело не затягивать. Ну и посмотрим наглядно, какое количество кристаллов и как распределяется оно сейчас. По сути, матчмейкинг стал таким даже не видом игры, а по сути, ну, просто игрой, да, потому что сейчас у нас про битв не существует. То, что вам абсолютно не важно, выиграете вы или проиграете. То есть нету принципа, как ты сыграешь. Важно, чтобы ты просто набирал как можно больше очков. Хотя раньше, когда мы только начинали играть в нашу игру, была огромная цель и преимущество той команды, которая выигрывает бой, да. Если ты выигрываешь, ты получаешь процентов 80, а может быть даже иногда и 90 процентов фаната, команда, которая проигрывает, та получает, ну, остается оставшееся число, да, то есть 10 процентов. Все остальное забирает команда-победитель. Так же самое и стимул игроков в DM-режиме работал таким образом, что победа была и первое место намного важнее, чем просто набор, да, киллов. Да, сейчас же это распределение идет плюс-минус одинаково в зависимости от того, сколько ты набрал. Раньше там первое место по киллам, хоть у тебя даже был небольшой отрыв, ты получал там процентов 50, наверное, от фанда в DM-ке. Все последующие места там получали уже не такие большие цифры. Как это работает сейчас? Сейчас, вне зависимости от того, проиграл ли вы, либо ты выиграл, ты получаешь хороший кусок фанда и условно 55 на 45 распределяется фонд в зависимости от того, выиграл ты или проиграл, ну, в крайнем случае 60 на 40, да. То есть отсюда появляется вопрос, да, какой смысл тебе потеть, например, там, в захвате флага, в регби, да, либо в каком-то любом другом режиме выигрывать катку, если ты, по сути, можешь сыграть, например, на свои там очки, да, и сыграть любой режим как TDM-ку, так, я хочу чуть-чуть потише звук сделать, а то у меня что-то тут замноговато. Ты можешь сыграть любой режим как TDM-ку, сыграть просто на набор своих очков и получить такое же количество кристаллов, а может быть даже и больше, да, потому что ты можешь заработать больше количества очков за счет TDM-а, чем противник, который, например, будет выигрывать и таскать, там, например, флаги, там, играть жестко на победу, да, а ты просто будешь стоять АФК, грубо говоря, стрелять там по противнику, сливать типов, и за это все дело будешь зарабатывать значительно больше. К чему я это? К чему? Я к тому, что, по сути, у нас на сегодняшний момент времени полностью обесценились победы в матчмейкинге, ну и в игре в целом, да, то есть распределение работает абсолютно нечестно по отношению к тем игрокам, которые потеют и играют на победу, так как любой крип, который, по сути, не сделал никаких полезных действий в бою, ну вот, например, там, регби, захват флага, да, то есть он не доставил ничего, да, то есть он, например, весь бой простоял у себя на респе, да, либо там просто покатался по карте, вот как я сейчас катаюсь, да, я просто там келяю противника, ну ладно, у меня штурм за деф, но условно я мог бы сейчас быть в штурме не за деф, а за атаку, и так же самое не доставляя, вот как противники, да, видите, они просто делают килы, они не доставили ни одного флага, но по итогу боя, да, вот мы закончим, скорее всего, этот бой просто в ноль, вы посмотрите на количество распределения кристаллов, даже катки, где ты выигрываешь просто в ноль, да, то есть, и, соответственно, игроки уже не зациклены на победы от слова совсем, да, им неинтересно, проиграют, они выиграют, да, единственное, где остается смысл выигрывать, это условно, например, в супермиссиях, да, либо просто в миссиях, где там есть заданка, где тебе нужно победить, и все, да, то есть, в любом другом виде победы не важны, ты можешь просто всасывать катки в салат и при этом зарабатывать кристаллов не меньше, чем игроки, которые будут выигрывать эти бои, да, отсюда и все вопросы появляются, да, у большого количества игроков, а какой смысл этой победы, да, какой смысл пота, если ты за свой пот, за свои старания получаешь ровно столько же, как чел, который стоит АФК у себя на респе и просто делает килочки, да, я, если честно, уже на протяжении долгого времени эту тему не поднимал, в какой-то момент, может быть, даже смирился, да, не задумывался об этом, хотя это, ну, наверное, та тема, которую можно было бы поменять, да, и тогда уже бы и наш матчмейкинг стал бы более конкурентно способным, да, более интересным, более, ну, не знаю, таким турнирным, можно так сказать, да, хотя тут мало что может быть связанное с турниром в плане матчмейкинга, так как у нас, ну, довольно много игроков играет, которые по скилу, ну, ниже среднего, да, можно так сказать, ну, либо просто средние играют, да, которые просто там зашхоют заданки выполнять, но в любом случае, если бы тебе, например, за поражение давали бы там, условно, 100 кристаллов, а за победу тебе давали бы 1000, да, то есть у нас бы, например, в 10 раз была бы разница, то игроки бы с на... ну, не знаю, ну, не то, что с наибольшим желанием, но с огромной мотивацией старались бы выиграть катку в матчмейкинг, я более чем уверен, да. Сейчас же в этом нет никакой необходимости. Ну, получил ты 45% фонда на свою тиму, а не 55, ну и чё, да, то есть, ну, слил ты катку, всё равно заработал те же самые хорошие кристаллы, и всё, да, то есть, если ты не ставишь цель, как я, вот, например, в принципе, да, играю в матчмейкинг, я практически всегда ставлю себе цель максимально сделать возможное, чтобы выиграть бой, но более чем я уверен, что так мыслят, ну, хорошо, если 5% игроков, хорошо, что если пятёрка мыслит так. Да, большинство просто, ну, там, забивает болт, условно, но зашёл заданки там выполнить, либо там просто закатать, чтобы заработать кристаллов. Он посмотрел, что он сливает катку, да и пофиг, что он её сливает, просто знает, что ему надо заработать как можно больше очков, и за эти очки он получит кристаллы в бою. Ну, вот, и у нас катка сейчас досрочно завершится в 0, и мы посмотрим на распределение. 150-0, 150-0, то есть, если бы это была бы старая игра, распределение фонда в такой катке, у нас была бы, победившая команда забрала бы 90%, проигравшая 10%, может быть, даже 95 на 5. Здесь же смотрим. Первое место выигравшей команды без премки получает 1440 кристаллов. Чел с проигравшей команды за 350 очков получает 800 кри. То есть, если посмотреть, вот, например, я с премкой получил за 360 2 200, то есть я получил бы за такое же плюс-минус количество очков 1100. 1100 кри. 1100 кри. Он получает 869. То есть, он абсолютно ничего не сделал для победы, прям вообще ничего. Он просто постоял, пострелял, сделал 17 киллов за бой, просто сыграл в крысу на свои киллы, да, потому что мы, например, ехали на их базу, то есть ему даже не надо было никуда двигаться. И он заработал в процентном соотношении. Я заработал 60% кристаллов от фонда. Он заработал 40% фонда. 40% фонда. То есть, вот вам дефолтный пример победы в ноль, да, 60 на 40 распределения. Какое может быть 60 на 40, если чел сосал в ноль в катку? Ну, какое, да? Отсюда и строится экономика, отсюда строится заработок игроков, да, и строится абсолютная, тотальная несправедливость, да. Ну и, соответственно, победы становятся не такими значимыми. Поэтому не стоит удивляться, почему практически весь матчмейкинг играет в TDM-ку вне зависимости от режима, да. Потому что без разницы, какой режим, ты стоишь, просто делаешь киллы, играешь на очки, и ты зарабатываешь за счет этого, да. Ну и не стоит удивляться, почему у тебя команда, там, например, стоит АФК у себя на респе и ничего не делает в каком-нибудь там регби, либо вот вам штурм за атаку, да. Почему они стоят? А зачем им двигаться, если они получают 40% фонда за то, что они привезли ноль флагов в катке? Поэтому я считаю, что эту тему стоит в ближайшее время уже разобрать, рассмотреть и поменять, чтобы наш матчмейкинг перестал быть дефолтной TDM-кой, где игроки просто стоят, делают киллы и зарабатывают за это безумно большое количество кристаллов. Если ты не играешь на победу, как по мне, ты не должен практически ничего абсолютно зарабатывать. Сливаешь, ну, значит, просто играешь в минус. Будет стимул игрокам играть и стараться играть на победу, да. Появится намного больше командных игроков, намного больше игроков, которые будут заинтересованы в победах, а не то, что сейчас у нас есть в игре по сути, да. У нас есть 95% игроков, которые играют в TDM, ну и лишь, наверное, 5% игроков, которые играют на победу и стараются выиграть только ради того, чтобы выиграть, но не для того, чтобы заработать больше кристаллов, да. Потому что кристаллов они, по сути, получат плюс-минус столько же, сколько игроки, которые просто будут стоять и играть в TDM-ку. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся собрать максимальную активность на нем. Ну и выскажите все свое мнение по этому поводу. Согласны с моей точкой зрения или не согласны. Надеюсь, что Орех увидит этот видеоролик и начнет менять эту TDM-очку, да. Потому что, по сути, когда-то, может, месяца 2-3 назад, я записывал видос насчет того, что матчмейкинг превратился в один режим. Вот вам глобальный ответ на этот вопрос. Почему матчмейкинг стал TDM-кой? Так как сейчас ты сливаешь в ноль и получаешь плюс-минус столько же, сколько и типы, которые потеют и играют на победу. У меня, друзья, на этом все. Обязательно проявляйте максимальную активность на этот видос. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok